Маленький лайфхак. У кого есть ненужные старые вот такие ремни, пояса, не выбрасывайте. Покажу идею. Два ремня я между собой соединила. Получился один длинный, один короткий остался. Вот было так, а теперь вот так. И вот так. И получается вот так. Из двух длинных ремней получился один и красивая подвязочка под такой огромный неизвестный куст. Хочу вам рассказать об этом неизвестном кусте. Одна бабка мне его продала за 20 рублей корешок. Огромадина большущая выросла. Он травянистый. В зиму он уходит. Красивое растение. Большой такой, красивый, мощный. Но такой он агрессивный. Он расползается, размножается со скоростью света, так сказать. Я его была, посадила в открытый грунт. И он у меня заполонил здесь очень большое пространство. Пришлось рыть траншеи. Танк не пройдет. Не поверите, как я их рыла. Каждый корешок старалась выкопать и выкинуть. Даже не выкинуть, а сжечь. Потому что такой агрессивный, такой мощный. Но очень красивый. Не знаю названия, как он называется. И я уже лет пять посадила его в рамки. Вот так вот он у меня сидит в рамках. Там кастрюля. В кастрюле сайдинг. Там два колеса. Колеса обтянуты такой непроходимой тканью. На дне лежит железо, чтобы не пробил. Нигде ничего. И вот он сидит вот так вот себе. Сначала ему не нравилось, а потом деваться некуда. Начала опять вот такая мощь, выросла. Такие стволы у него плотные, толстые. Такие. Он отрастает постоянно. Я всю вот эту порусь обламываю. И выбрасываю. Что за растение? Растет и в городе у нас. Ну, конечно, площадь занимает огромную. Если кто хочет посадить, садите только в рамки. Только в свои условия. Не условия этого куста. Куст, конечно, красиво смотрится. Очень красиво. Такой вот. Агроматный. Как называется? Кто знает. Не советую садить. Не советую садить.